Ой, этот костюм вообще... Что это такое? Натянул? Побежала. Прям тыква такая пришла. Его лишь за один рубль. Мне очень понравилось. Никому не отдам, никому не продам. Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свеи. И сегодня я хочу рассказать вам о своих последних приобретениях. Домашние костюмы, костюмы на выход, пальтишко и обуви. Очень много новой обуви. И первое, с чего я хочу начать, это скорее с домашнего костюма, такого красивого, голубого. Покупала я его в Faberlic. Покупала все отдельно, размером S. Размер S взяла, потому что на фотографии я уже видела, что оно уже оверсайз, оно очень свободное, поэтому я не хотела, чтобы оно совсем на мне болтыхалось, да? Поэтому взяла размер S. Мне очень понравилось. Это полиэстер в основном, да, 90 с чем до процента в состав. Но оно очень легкое, очень качественное. И, кстати, когда я забирала с Faberlic, с пункта выдачи, мне прям сказали, ой, этот костюм вообще такой классный, такой замечательный. Цвета есть там разные. Есть еще, по-моему, розоватые. Розовый мне уже поднадоел изрядно, поэтому голубенький тоже мне к лицу. Идут, как бы к комплекту идут, но продается отдельно все. Такие бриджики. Кофточка, она свободненькая. Здесь у нас идет такой вот гипюрчик, да? Свободная, расклешенная. На бретелечках, которые регулируются. Это раз. Ой, 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 ой. Упала. Видите, у меня все с бирками. Я скорее спешу вам показать, чтобы уже носить, чтобы свои новые блоги снимать в красивой одежде домашней. Кстати, сейчас на самоизоляции, по-моему, домашняя одежда самая актуальная. И я прямо на нее напала и много-много заказываю. Дальше низ у нас идет на вот такой вот тоненькой, легенькой резиночке. Такие бриджики. И, кстати, я заметила, что в бриджиках дома даже удобнее, чем в штаниках. И тоже внизу идет такой вот гипюрчик. Они такие немножечко, ну, ровные. Ровные, кажется, как будто чутка расклешенные, да? Но они ровного пошива. И сверху идет вот такой халатик. Он тоже необычного кроя. Он идет, во-первых, у нас с поясочком, да? А во-вторых, посмотрите на руках. Я когда гладила, я сначала не поняла. Что это такое? Вы видите? Какой-то необычный пошив, уголочек какой-то здесь. Ну, я сейчас одену и посмотрим вместе. Также здесь есть петелечка для поясочка, да? И длина такая достаточно хорошая. Попу прикрывает. Прям можно даже в нем в одном тусоваться. В общем, сейчас все покажу, покручусь, зацените. Мне очень нравится. Цены напишу здесь, потому что я их не помню. Следующая покупка. Это то, что я так давно ждала, девочки. Это же они актуальные сейчас. Я прям ждала с нетерпением. Потому что качество очень хорошее. Прям вообще мягкое, тяжелое. Я не помню даже из чего оно. Но помню, что оно стоило две с лишним тысячи. Две семьсот даже, по-моему. Сейчас очень актуальные, трендовые такие, да? Под горлышко. Такие платья. Но раньше были модные немного там в обтяжку, да? Как бы трендово. А сейчас то же самое, вот это вот лапша платье. Только чтобы оно было длины миди, ниже колена. И оно было свободным, как мешок на вас, да? И офигенно это под черные ботинки, под любые кроссовки. Можно сумочку одевать. Можно рюкзак. Можно кожанку одевать. Можно... Что можно еще? Да что угодно. Короче, универсальная базовая вещь тоже. И самое интересное, что не нужно подбирать тебе низ и вверх. Просто натянул, модно, стильно и побежал. Ну и естественно цвет бежевый. Я и снимаюсь в бежевом. И вот бежевый беру. Тоже ссылка будет под видео. Офигенная. А ткань очень мягкая и теплая. Вот как раз сейчас бы было самое время тусить. А я ни разу его еще не одевала. Поехали. Продолжение следует... Ну и следующая покупочка. Немножко неожиданно, потому что цвет, по-моему, представлен был там немного другой. Но вы знаете, что искажает немного цвет, когда вы смотрите на картинку, да? Видите один цвет, а приходит другой. А по-моему, на картинке он был менее такой оранжевый, менее яркий, да? А пришел такой прям тыква такая пришла. Это тоже размер оверсайз. Оверсайз. Я взяла это размер XL, который там был. Это такое пальтишко, знаете, как... Даже не пальтишко, оно очень тоненькое. Такое пальтишко... Как еще по-другому называют? Тренч, да? Что-то такое. Но ткань типа под пальто, она легкая. Сразу могу сказать, что это цена-качество, наверное, да? Невысокая цена у этого пальто, соответственно, качество соответствует этой цене. Я так думаю, да? Ну и взяла, чтобы мне было оверсайзом. Просто прямое такое пальто. Это классический крой такой, я думаю, подойдет. Но вы уже, наверное, видели у меня в инстаграме фотографии, вот в этом заценили. Я надела вниз все черное, то есть у меня была водолазка черная, шорты черные, ботинки черные, колготки черные. И сверху вот пальто такое. Не знаю даже, как его назвать. Пальто-пиджак, что ли? Оно легкое достаточно. С двумя карманами прямыми. В общем, оденусь, сейчас посмотрите. Я заказывала вот такой вот свитер. Он у меня только из стирочки вышел. Я уже его носила. Вышел. Вышел из стирочки. Вытащила только из стирочки. Мне нравится его бежевый цвет. Мне нравится его необычная вот здесь вот такая резиночка. Разрезики по бокам. Горло такое тоже широкое. Очень мягкий. То есть все такое не сильно, знаете, не тягучее. Ничего не давит. Здесь из другого немного, видите, такого вот другой вязки. Чем здесь основная отличается. Рукав. И он такой немножко, знаете, как бы даже три четверти. Очень интересный крой такой. И цветовые решения. То есть под этот универсальный свитер может подойти все. Белые брюки, бежевые, горчичный немного цвет, серые, джинсы. Отлично все. Также и обувь. Сюда можно добавлять обувь любого цвета, да, из этого. Ну, короче, универсальный такой. И при этом он, ну, как бы не броский. Акцентная рукава очень красиво смотрится. Кстати, свитера, свитера и платья я заказывала все размер М-ка. И свитер у меня М-ка, вот этот вот. Единственное, что тут я уже оторвала, по-моему, размер, но М-ка. И вот это вот у меня тоже размер М. То есть я не С заказывала, я специально заказывала М. В общем, я всеми этими покупочками очень довольна. Давайте теперь приступим к низу. А это к обуви. Первое, что я хочу вам показать, это кроссовки от Фаберлик. Вот такие вот кроссовочки Фаберлик. У них есть разные расцветки, но вот эта расцветка мне понравилась больше всего. Я заметила, что у меня как раз такие, ну, у меня есть рибаки белые, классические, которые должны подойти под все. Это я у одного дизайнера смотрела. Она их купила давно, носила их лет 5, потом купила опять такие же и сказала, что это база-баз. Я так доверяю этому дизайнеру, что пошла и купила эти рибаки. Но, тем не менее, одно дело кроссовки белые классические, а другое дело, когда какие-то там еще у вас бежевенькие или какие-то такие с рисуночками разными, когда ты можешь одеть под голубой костюм, под розовый костюм, под бежевый. Все равно захочется разнообразия. Все время белые кроссовки носить, ну, лично мне надоедает. Более того, всегда должна быть замена, особенно светлой обуви. И мне понравилась здесь широкая подошва, такая вот толстая, объемная. Трендовый дизайн, можно сказать, да? Они такие могут и на лето идти, потому что здесь сеточка легенькие достаточно. Красивые, то есть комбинированные цвета. Здесь, кстати, идет типа, ну, как эко-кожа, наверное, да? Непонятный, в общем, такой интересный материал, очень приятный. Вот, ну, а здесь вставки такие, ну, как бы сеточка, да? То есть, ну, более-менее легкая. И еще у меня размер 37. Все, что я заказываю в Фаберлик, у меня размер 37. Идеально подходит. Кроссовки не было тогда, когда я заказывала 37-го размера, я взяла 38-й. Ну, подумала, что в надежде, что будет хорошо. И на самом деле хорошо, что я взяла 38-й. Кроссовки прям 38-й, мне идеально. Сейчас померю, покажу. И еще одна обувь Фаберлик пришла мне в подарок, вообще, всего лишь за 1 рубль. Мне понравился цвет. Фуксия такой, розовый. Да, я, в общем, смотрела, что там в Фаберлик, если покупаешь, в общем-то, какие-то покупки, у тебя накапливаются баллы. Потом за эти баллы ты можешь заходить в специальный раздел и за эти баллы выбирать себе там и одежду, куча разной одежды, и косметику, в общем, все. И тебе приходит все это буквально за копейки. Вот за 1 рубль вышли мне вот такие вот тапочки Фуксия. Я их, конечно же, выбрала не для того, чтобы, может быть, прям носить. Я их буду носить, потому что мне, может быть, немного нужен подъем, да, там еще что-то. Но собирать какие-то образы, может быть, вам показывать здесь, да, какую-то одежду под образы. Ну и вообще просто подбирать. И вообще, я очень люблю вещи. Я люблю что-то там сочетать. Я люблю, чтобы просто у меня было. Вот самое главное. У меня таких балеток нет. Цвет Фуксия очень модный, трендовый, его очень интересно можно сочетать. Если я куда-то выйду в них, вообще замечательно. Но они должны быть у меня. И очень классно, что они у меня всего за 1 рубль получились. В общем, да, вот такие лодочки с острым носиком. В принципе, моделька такая, ну, достаточно нормальная. Ну, в плане актуальная, не антитренд, мне кажется, да. То есть вот такие вот они. Мне кажется, очень даже можно. Единственное, что здесь вот этот бантик, я его хотела оторвать. Но если я его оторву, то, наверное, здесь будет что-то некрасиво. В общем, пусть пока будут с бантиками, такой лаковый носочек немножко. А так они такие, ну, как под замши, но здесь, наверное, ткань. Под что-то очень можно красиво сочетать. Сейчас покажу. Еще хотела сказать, что я намного похудела. И поэтому джинсы на мне висят. И некоторые вещи уже смотрятся не так, как раньше. Но, тем не менее, если взять все по размеру, то будет все прекрасно. Первое, которое мне очень понравилось. Единственное, что я думала, что они будут короче, это вот такие казаки белые. Мне кажется, они вообще супер-купер универсальные. Под много что мне подойдут. Здесь такие по бокам змеечки. Размер я взяла здесь 38. Но, вот знаете, с китайскими сайтами не угадаешь. Реально. Берешь, блин, размер 38, они тебя маломерят. Вот я на другом там сайте заказывала, да. Берешь вот 38, они тебе чутка как большеватые, как на 39 идут, да. Но, в принципе, вот я думаю, что с казаками история это нормальная. То есть 38, вообще у меня 37 размер. Вот. Я взяла 38 просто так, на всякий случай. И они вот как бы попали, но они даже чуть-чуть большеватые. Но с казаками, опять же говорю, да, это такая обувь, что можно и тепленький носочек поддеть, если что. Можно, в принципе, стельку подложить. Будет замечательно. По ножке они нормально смотрятся. То есть, ну, не увеличивают сильно ногу. В принципе, казаки, они сами по себе, ну, как бы так смотрятся немножко, да, объемненько, свободненько. И, в общем, белые, я думаю, что за такую цену, которую я взяла, самое топ потаскать. Не знаю, на сколько их хватит, белые обувь вообще, сами знаете, такая недолговечная, да. Поэтому я стараюсь брать несколько разных моделей, там, белые обувь, чтобы было. Вот. В общем, белые казачки, а там еще есть зеленые, бордовые. Но я решила взять белые, потому что кажется, что они более универсальные. В общем, посмотрим, под что я их сейчас одену. Также я заказала себе бадфорты черные. Как-то в каком-то магазине я заказывала себе черные бадфорты своего размера 37. Они мне маломерили. И я их продала в своем магазине. Сейчас я заказала бадфорты. А как у Вань? Подожди, я не помню, они как раз меряются. Сейчас померю. Да, они маломерят. То есть мне бы еще на размерчик все-таки больше. Поэтому я их тоже буду продавать в своем магазине. Ссылка на мой магазин под каждым видео будет. В общем, кто захочет. У меня размер вообще 37, 37,5 в идеале. В основном 37 беру. Очень редко, когда 38. Поэтому эти, скорее всего, где-то на 36,5-36 пойдут хорошо. В общем, вот такие вот бадфорты. Они тоже недорогие. Классный подъем. Мне нравится. Вообще они хорошо смотрятся. Гармонично, классически. Здесь такие даже завязочки. Такие неплотные. То есть у меня есть такие, они прям подзимние. Здесь есть легкий начес. Но он, честно говоря, такой тоненький прям начес. Незначительный. А так, в целом, они очень хорошенькие. Еще ботинки. Я люблю ботиночки. У меня есть черные ботинки. Я решила взять такие цвета хаки. Такие, знаете, они коричневые. Ну, в общем, хаки. Хаки есть разные оттенки. Это тоже цвет хаки. На сайте они выглядели очень стильно, интересно. Там были еще зеленые, бордовые. Ну, я вот такой решила взять. Более, мне кажется, базовый, универсальный цвет. Здесь оно как-то еще отворачивается. Мне показалось там на картинке. Очень они такие интересные. Видите, ботиночки. Прям можно носить, как я люблю. Такой, знаете, губ стайл. Вот. Но они мне большие. Да. Они мне большеватые. И они идут конкретно, наверное, на размер 38, даже 38 с половиной. Я их тоже выставлю у себя в магазине. Вот почему я свой магазин не закрываю до сих пор. Потому что, бывает, заказываю, а я люблю вещи. Я заказываю много всяких разных вещей. И что-то мне, бывает, по размеру не подойдет. Или я понимаю, что мне так хотелось это заказать. Но носить это не буду, потому что это просто не мой стиль, да. Но эти ботиночки мне понравились. Они хорошенькие. Они простенькие. Вот здесь вообще написано размер 40. Я их заказывала, наверное, побольше. Да. Я их не свой размер заказывала. Возможно, они... Но не 40. Нет. На 40 они будут маловатые. Я говорю, по своей ноге я понимаю, что это 38 с половиной где-то. Вот так вот. Ну, я такая, что плюс-минус, там, знаете, размер полуразмера, как бы, не суть значительно. Но если у меня 37, а здесь 38 с половиной, да, как бы, ну, я чувствую, что они большеваты. Хотя при желании можно стельку положить, такую тепленькую, да, плотненькую. И будет как раз. Но я думаю, что лучше я их продам, а закажу другой размер. Можно носить двумя способами. То есть зашнуровать так полностью. Можно вот так зашнуровать. Вот так, на мой взгляд, даже интересней. Даже можно вот тут не зашнуровывать. Что-то типа вообще вот так вот. Носить. Ну, а можно классически зашнуровать. И будут вот такие мотиночки. В общем, мои хорошие, вот такие вот приобретения были у меня в последнее время. Надеюсь, вам очень понравилось все. Мне из всего этого прям best the best зашло. Это костюм голубой, потому что я теперь буду снимать вам влоги еще краше. Я люблю, когда ко мне кто-то приходит в гости, я встречаю в каком-то костюме. У меня сейчас, вы знаете, ремонт, спальня новая. И вот прекрасно вставать, гулять и чувствовать себя просто как из кино из какого-то. Поэтому домашние костюмы какие-то красивые такие я обожаю. Вот эти два приобретения мне очень нравятся. Да, потому что это реально то, что я ожидание реальность. Мне очень нравится. Очень красиво, базово. И никому не отдам, никому не продам. Потому что это действительно очень мне нравится. И очень мне идет. И точно буду носить. Из обуви мне очень понравились вот эти вот казаки. Отличные кроссовки. Вот эти вот более такие универсальные, классные. И балетки фуксия тоже мне понравились. Вот. Остальное, к сожалению, мне вот либо по цвету немножко непонятно и по качеству, знаете, оставляет желать лучшего. Либо по размеру не подошла обувь. Вот. Вот здесь такой момент как бы, к сожалению, немного грустный. Как бы не хотелось радоваться. Все, мои хорошие, пишите, что вам понравилось, как на мне все сидит, что бы заказали себе. Все ссылки я обязательно оставлю под видео. Ну, а с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok